всем привет сегодня хочу показать вам новую технику для вышивки бисером стебельчатый швом вот у меня есть схемка бисер и инструкция которая подробно описана как вышивать стебельчатым швом для меня стебельчатый шоу очень похож на шоу назад иголку хочу вам его показать когда на схемах кружочки это обычно монастырский шоу вот сейчас мы видим овальчики овальчики это у нас будет стебельчатый шоу я протыкаю иголочку на край овала следующую иголочку параллельно этому краю получается мне бусинка вот так стоит следующее опять край параллельно этому краю так и бусинка стоит как ребром стоит на центр края и в параллельный параллельно так мы пришиваем бусинки стебельчатым швом получается мы их ставим ребром вот так вот вот так вот Используя технику стебетчатый шов, бусинки можно вставить не только ребром, а можно как бы, чтобы одна заходила в другую. Сейчас я вам покажу, как я прокалываю центр края нашего овала, выхожу в параллельную дырочку. И для того, чтобы бусинки были ровные. Пришилась бусинка и теперь я вкалываю в предыдущую свою уже готовую дырочку. Кто-то называет это вышивка в два прокола. Я называю это шов назад иголочку. Очень удобно, быстро, ровненько бусинки ложатся. Получается очень красиво в эту же дырочку, которая у меня уже была, и вперед. очень часто слышу от девочек, что бусинки все равно ложатся не ровненько. для того, чтобы исправить эту ситуацию, смотрите, вот мы пришили четыре бусинки. Допустим, если они у нас гуляют, что мы делаем? В конец нашего ряда, который мы вышли, мы им передаем направление. вводим иголочку наружу, просовываем ее через все бусинки, придаем направление, натягиваем, хорошо так натягиваем и вкалываем в самую первую дырочку. кололи, затянули, смотрите, у нас идеально ровная полосочка получилась. Также вот здесь, допустим, будут цветочки, тут корзинка. Для того, чтобы придать направление, пришили, протянули назад иголочкой через все бусинки сверху. Надеюсь, мое видео будет для кого-то полезным. Вышивайте с удовольствием, не бойтесь. Стебельчатый шоу – это очень красиво и просто. Как по мне, он выглядит намного нежнее, чем монастырский, и картины в круговой зашивке очень интересно и оригинально выглядят. Всем спасибо, что вы были со мной на моем канале. будет очень много интересных видео. Оставайтесь со мной, пока.